все спрашиваю и выращу что какие вопросы есть что поделись а хочешь и записан слушаю вас вы имеется следы святого духами а вот сколько живой эти цыгнате но никогда и не встречался с людьми которые могли дать точную характеристику твоей личности со всеми ее минусами много у меня знакомых хорошие знакомых если враги естественно враги как говорится они всегда открывают перед тобою даже то что ты не видишь для того чтобы послословить по турнир над тобою вот а здесь другое дело я знал что сюда приеду и буду тоже вашим воспитанником и не ошибся поэтому я приношу благодарность свою за то что вы меня раскрываете во всех позициях в которых нужно себя знать и исправлять не нелегко приходится с вами жить потому что вы человек не от мира сего у каждого из нас недостатки есть над которым мы к сожалению не работаем а здесь приходится напрягаться на всю катушку и бывают такие моменты когда у меня поручено было закрыть теплицу я посмотрел что материала нету и опустил руки нет чтобы сказать доложить о проблеме о вопросе который возник а не то сказать самостранился и в результате получил утром нагоняй так мне и надо и моя задача теперь как можно меньше ошибаться все продумать наперед и запоминать что говорят слава богу что я здесь и вы со мною как сыном возитесь у вас даже вот этот частный случай он еще не все открывает самая большая ваша беда из которой вы бороться и пока не начинали она вас просто вываливается из вас переполнена это самое оправдание то есть свое я не умерло это первый шаг христианство отверглись тебя вы везде подставляете я называю грилые подпорки объяснения вот у вас чашка свинулась на край стола я прихожу вот сейчас поели опять у вас это движется на край стола а стол широкий с каждой стороны еще сантиметров по 10 по 5 там есть почему она стоит здесь подвинул чашку сюда смотрите кастрюля тоже задом сдвинулась висит над столом а стол свободный на кухне такое же а вы горите где гарантия то что она упадет понимаете когда человек так говорит гарантии ищет что она упадет и упадет то есть балансирует она на этом состоянии но когда она падает мы же каждый раз не будем здесь стоять надо этой чашкой дежурить и я поймал вас по порядку беру кружки эмаль отбита в одном месте в другом чашки покрышки по 5 разных это минимум пять раз не упала когда отскочила и моркова не скачала на жареет я там работаю вот здесь вот маленькая кружка валяется чашка очевидно не дырявая дырявые мозги разруха то в душах мимо писсуара ходят и вот я сказал какой я вас повел на кухню и не выбираю то что есть лежат опрокинутые большие чашки 6 штук я по одной беру все до одной побитые так так теперь я беру крышки все до одной побитые ну и так дальше какой процент сто сто процентов посуда погублено вся а вот за это мы ответим перед богом почему я считаю это хула на бога причем тут посуды и хула в том что бог сотворил человека по образу и подобия своему и он называет себя премудрость и все делает премудро а мы по его образу делать все наоборот значит мы подчиняемся непремудрому богу ну нас этому не учили речь идет уже о совести понимаете одно слово скажешь я уже знаю куда его ткнуть а совесть а совесть первичней евангелия совесть и действовал на человека 4000 лет без записи ну понятно пять тысяч пятьсот восемь лет от адама до рождества христова от рождества христова до моисея когда первую книгу написал 1600 лет до давида до тысячи там 600 лет вот так 1600 а до этого жили не было словах совесть то судить то оправдывает значит здесь совесть заглохла она не понимает и вот люди которые все это разбиваются стеклями то хитрою банки я зашел один раз на кухню я не лезу нигде совершенно а он сует нос куда я вижу когда гибнет вот сейчас у парняка у теплицы есть ли или нет там закрывать заднюю сейчас не знаю я ни разу не сходил я знаю все и смотрю сюда гибнет покупать деньги зря бежу свет горит зачем к матушке захожу там лампочек 5 10 бывает в разных местах они горят зачем купила на одеяло одно время батюшка там электрическое одеяло которое нагревает изнутри она оделась тепло и все это вредно это вредно вредно здоровье она согнулась уже вот так вот она не понимает что позвоночник все у ней сожжено дальше встала и забыла выключить уходит из дома но сколько ни грей конец какой-то будет вспыхнула одеяло загорелась пол окна все выгорело это у нас потеряете я вижу там окно выставлено задымлено прогрелась научилась чему-то нет купи новое одеяло ну то есть это безумие а то вы говорите вот не досмотрел я рассказываю случай вам вот бак стоит и одной кружкой черпают другую наливают когда пьют дети но не каждому же отдельно кружку но тут кто-то ел куда-то дел кружку и приходится который щерпать из бачка той же кружки и пить я вижу он попил парит стол а дальше мы на улице это все и он кружку ставит не тарелка который рядом стоит а противно прямо на пол на пыль на пыль вот представьте она вся в пыли так не перещерпнуть нельзя ну стол и земля и он ставит его на землю мокрую кружку который пил я сказал так вы надо что ответили допустим не невнимательность невнимательность понимаете вот они такие сравнения даже делать нельзя это все равно что не подобное место парни сунуть и обрезать ой я не внимательно следили вместо рта вместо устья исход задел это примерно вот так это никуда не годится такими словами безумие безумие бог отнял разум и он не знает что сделал безумие он совершил непродуманно проступок если какой то продумать продумать это вперед думать кружка с которой пил ставит на пол в пыль а рядом стоят ребятишки на пицце больше никому а прощеркнуть нечем бащок прикован вы здесь сколько лишних слов говорите гнилья понаставили оправдать а не оправдывается безумие а безумие это уже понятно это гибель это не один ребенок вот пошли допустим они пошли за хлебом а с хлебом в другом месте лабос я им дал мешок с собой и столько там дойдете там старший он положит высота принесете какие наказы иногда должен дать идти из лагеря вот сюда вот только плюс ну туда и обратно там допустим по 250 метров по 33 сосуда 300 обратно какой я могу дать наказ отправляю троих какой я могу дать наказ все понятно мешок вам 5 будут положен и вы мешок вдвоем несите ну булки обыкновенная городские кирпичи называется ничего я не могу сделать вы никогда не догадайтесь что они дальше будут сделать выходит я им должен был сказать когда хлеб понесете то внутрь мешка писать не надо ой да не смотрел мы уходим из храма ко мне не расположен человек его дети а у меня важное слово сказать я ему говорю ты никуда не уходи сейчас мы уходим только за ограду-то церковное я буду говорить нам нужно сказать слово там минут пять и ты побежишь домой мы спускаемся по ступеням из храма идем не во время до службы во время когда идет теперь только ему выйти пройти вот эти там 40 метров или сколько до выхода из храма то и там где у нас идет собрание подожди он только вышел так и рванул и домой убежал я так не оставил я пришел не захотел быть обреченным меня это еще не надо я ничего не знаю я вижу что я вызываю их обоих два брата их воспитывает не на евангельских принципах а на своих домашних каких-то на презрении ко мне но ты в храме а я наблюдатель я должен смотреть за этим так ты слышал я тебе сказал что никуда не отходить забыл это ж неправда а это ж неправда дохода тут ваша неправда есть вы те же самые слова говорить это вы сами себя обречили сейчас а всякая неправда есть грех а грех царства небеса ничто нечисто не войдет забыл я говорю воротник вот это вот так голову опускает вот здесь воротник стоит он его жует а ну-ка воротник отогни сюда вот он вот так быком стоит я не стал разговаривать пока мама не вышла мама стоит рядом мама смотрит я говорю воротник отогни вот так вот сюда понимаете надо селом со скрипом и закончить это страшной трагедией страшной даже говорить страшно и говорить теперь некому спрашиваю одного это будете еще так или в храм не ходите нету человек уже на том свете вот так да еще такой такой бог послал трагедию о которой даже в книгах не прочитаешь даже вымолвить невозможно что доигрались а теперь а виноват от кого потеряю не приехали ребенок был бы жив потеряю я дальше не могу говорить дальше я скажу стены зашатаются вот какое дело забыл где забыть 3 там три ступеньки всего спускались на 2 ступеньки сказал на первый ступил забыл память так не устроена учиться в школе хорошо вот так так вот у вас это есть гнильем вы обложены и отговорки на все есть отговорки нету я вчера вам сказал вы закроете да закрою и у волоня сказал мне эта фленка здесь есть но сказал все уже знаете я говорю тут палатки лежат военные два на два метра их легко связано там плюсы такие отверстия веревочки лежат рядом а нет значит вы ясно дело меня поднять потому что бороться зимой ночью будет я утром буду совершенно спокойно подхожу открытый открытый видно там помидоры все это обесли ну как же так то я вокруг обошел думал такая тонкая пленка что даже ее не видать ну голый король там ничего нету и верху над дверями не закрыто а это палатка она так и тянул бы закрыл то есть никак взрослый человек вам что 50 наружу девятый год идет или шестьдесят пятьдесят девять лет ну вот поэтому мне еще вас учить вы уже сами учитель на 20 лет моложе меня только что такое дело постучать могли я рядом через дорогу никак позвонить никак то есть ничего нету отмахнулся и пошел вот в этом плане в этом свете рассматривайте всю свою жизнь всю отношения с людьми поручения где были не выполнил то есть вам нужно применять только беспощадность это пятое качество лидеров первое качество воображения даже знания умение решительность 5 конечно беспощадность почему кому к разгильдяя к недержащим слова прямо указываются с вами уже никак нельзя разговаривать только так беспощадно давите ломать все я ничего вам не поручаю дайте адекватное наказание адекватное наказание сделать сейчас днем все за шнурой чтобы коваросы найти изначально володе позвонить из вариантов много вот я вам объясняю и вчера какое бы дело там не сделали мы пасли вчера целый день вы обязательно что-то скажете как будто бы так есть вот муха летает я показал вы сразу хотели убить она большая а вчера вы били вы меня сразу раз подсунули она напротив меня сидит и у меня рядом лежат вон они махобойки эту же рукой махнул мертвый показал смотри я убил 2 это а тебе надо вставать вылазить идти а муха пришедшая она не здешняя видно она везде перелетает ты ее не поймаешь я груди надо ну как вроде 2 двойной эталон самому может быть а мне нельзя за столом тут и объяснять не надо я никуда не ходил она села как раз напротив я только хлопнулся я никуда не ходил это разница большая то есть грубый вот эти тонкости и я не объясняю я вам вчера сколько раз говорил вы не мимо пропустили я приезжаю в латвию у меня сложилось впечатление об этих людях очень хорошее латыши литовцы эстонцы в армии были серьезно я устал жениться на архипелоге гулак нашел это осюга были там таджикистан другие они не хотели работать и презирали все чурки того рюк и как только не назовут а а я сразу туркменский начал изучать язык узбекский какой какой там казак был и всем здесь записывать основное хотя бы они кто этим не занимается они ко мне просто благоговейно относились эти южные народы тогда еще ничего из библии не знал и вот здесь если ты услышал прими я приехал в латвию и сразу узнаю какие у них обычаи если я в них дома как нести как здороваяся и уже через три месяца они меня своим признают я изучаю их язык в латышской бригаде в латышское общежитие чтобы я русский язык не на первом место ставил я даже был спор с латышами об одном предложении расскажите вот вы трое сироты сирота у меня нет мама теперь у нас нет матерей скажите как монстр на мотос я не правильно как неправильно а разговариваем по-латышски я говорю монстр на машу то чего вы говорите а идет офицер а служа во вооруженной охране пожарники международная перевалочная база нефти они восстановили так скажите там пожалуйста вот это как он говорит монстр на машу так не говорят но вы говорите простонародие как и перещал до чокает там а ты еще нет такого слова что что вот а он говорит литература на меня а литература я когда немецкий язык изучал тут были немцы которые с полосил план дочь называют я тебя брал дочь по литературе по пленкам по записям по урокам где-то и у немца проповедовал собрание на немецком языке то господь дал я говорю вот меня приглашает патриарх чтобы это видимо руку положить грузии илья второй на на снимке есть снимок такой мы там фотографированы в книгах я уже в москве стал сразу искать книги как в латвии еще эта дорога еще на латышскую землю не ступил по твердому а уже изучая язык от 1 зависит и никаких отговорок я и мои предположения навык подтвердился прекрасные люди все из латышей мне ни один плохой не попался вот и все а которые там живут и такие люди националист его куда идти вот так вот покажут вот туда или хоть туда а я спрашивать не буду это же было у меня и в камере когда рассказывали как над верующими издеваются а ко мне относились не просто хорошо благоговейно проповедь каждый день с 8 до 10 по 1 главный руководитель который там как пахан называет следить чтобы ни один не закурил в армию проповеди я спрашивал то сидели зоя крах маленького глебняку не димитрий пудко ни у кого такого не было почему так и один там на меня что-то сказал а его услышали его не растянули в рот грязную половую тряпку забили ему туда один руку одну держи другой другую руку и дальше с сапогом посреди каблук и давай его охаживать а потом он вор распороли а там что терялась в камере у него нашли вот его чуть не убили так он как как-то тряпку то вырвался и там пишет отец игнатий спасите убивают они расхохотались и говорит хитрый какой да ты же ему что-то сказал услышали такое вроде подожди его с этой койхи согнали а мне дали шконку а чтобы никто не курил и со мной одного убрали а там в два раза перенаселение вот какое отношение человек зашел а я молюсь и он заходит но и налево-направо пх так они так может ты по мило свое прикуси в этой камере не ругается видишь батюшка молится и за нас молится все уголовник шестой срок и он не матерится и курить только подходить чтобы туда решетку дуть они меня охраняли со всех сторон если кто скажет по стенке размажут а я почти не говорил только благовестовал ни в какой спор не встревал спор где-то я сейчас а я считаю что один не прав то я вот так скажу тогда у меня один враг появится сразу там ночью бы разговор не зашел а я это знаю там адрес орокий собак а я в уголовном уже занимался и я скажу правильно но они это не любят так и здесь я должен сказать да я виновен и это самый конструктивный подход к вопросу нерешенному слова проблема плюю на его это слово нерешенный вопрос и никогда нигде не искать причины в ком-то я-то объясняю так вот у меня цель дойти туда но виноватку-то мешает мне поперек телегу поставил там стоит ждет меня там не дать а у меня цель всей жизни дойти до туда у меня остается чтобы дойти до туда непременно дойти я должен препятствия все смести а то человек или переманить на свою сторону любить телегу сжечь образно говорю а если программа так что виноват я мне ничего не надо я маленько барабы и седу и все время смотрю что надо сделать ага вот здесь то то здесь я уже подниматься начинаю вот это убрать я уже распрямился вот здесь об одежде позаботиться я нахожу туда полностью одетый а я говорю то мы тебя давно ждали еще так долго не приходил то есть я это все воображение несу воображение первое качество лидера и последнее качество привлекательность привлекательность такая у меня друзей тысячи если не миллионы но и врагов будь здорово почему они знают они не такие и каждое мое слово но прожигает их объяснять вот здесь сидим ну я говорю вот иди вот он лезет грязной ложкой везде сапает смотреть противно тошнит а у него ничего нету а у них ничего не голодные сидят они за что из одной чашки мы едим все я никуда не залез ты к примеру говорю вот такое дело у них нету не имени не ики аватары почему сатана без имени у него имени а у ангелов есть имя у верующих есть имя алхангел михаил рафаил гавриил санфилл и будилл вы мне напомнили нашего скира 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 мадрита засиму тоже все рода мученик не мученик а исповедник за веру православную в свое время его перебрасывали в 80-е годы с одного прихода другой но ясно дело что руками владыки потому что не угодя не угождал властям очень обличал их был таким вот видным не скажу что оратором проповедником и всегда связывал события в нашем государстве событиями ветхозаветного периода и его заветного времени вот одна что он обличил одну женщину она находилась в доме милосердия ну инвалиды он их ухаживал за ними за бабушками за дедушками она ему ответила батюшка засима ну что вы так расстраиваетесь об такой мелочи а ведь казалось бы тарелка стоит у края стола или кастрюля и еще оказалось бы мелочь мелочь но ведь за этой мелочью характеристика человека черты характера как сказано посеешь привычку подждешь характер а там судьба уже будет соответствующей поэтому правильно что нас тогда батюшки засимы и вы нас учите быть во всем аккуратно не допускать никаких ляпсусов потому что допустишь в одном будет и в другом и второе во свете библии когда тебе обличают этому я читал царя соломона или зикиль или в сирах вы это знаете я не такую память имею то написано так когда тебя ругают начальник не избегай его взгляда и глаз не пытайся от него уйти спрятаться он проявит тебе милосердие научить тебе даст тебе то что нужно тебе знать и и получить и в конце концов проявит тебе милосердие у тебя это милосердие на вас и на себе испытал я вчера поступил беззалаберно нет чтобы доложить что не собрался не справлять задачей так я побоялся постучать в окно позвонить а у нас на шарте как написано выполнил наряд доложи не выполнил доложи немедленно это по библии тоже самое что вы требуете элементарно но видите как говорится натура нас ругать надо мы действительно очень далеки от совершенства люди и хуже того не пытаемся даже в себе разобраться почему это происходит вот благодаря такой стряске который здесь получает надеемся что будет прогрессии в этом вопросе тоже я очень в благодаря еще раз спасибо за то что вы работаете надо мной тратите время что драгоценное нигде такого урока я не получу и не получал слава боже слава богу за все